Еще с утра возник вопрос, как проводить день снега, когда снег дает. Но обратили внимание, погода соответствующая. Как по заказу. Несколько дней не было, и вдруг пошел снег. Именно во время открытия соревнований. Я думаю, что это здорово. На самом деле, и природа поддерживает это мероприятие. Погода сегодня замечательная, небольшой минус, очень комфортно. Нет ветра, идут легкие снежочки. Я думаю, что всем понравится. Уровень участников настолько разный, что можно даже вот такой увидеть. Не удивляйтесь, в прошлом Любовь Широкова – профессиональная спортсменка. Сейчас тренер по лыжным гонкам. Вот и несется к финишу, не щадя даже одежду. К тому же, когда соревнуешься вместе с детьми, в грязь лицом ударить нельзя. Ответственность двойная. Как же, надо пример подавать. У этой участницы получается. Любовь ни на секунду не пожалеет, что пришла на праздник. Он обязательно нужен, потому что это огромное привлекает количество людей, огромное внимание. Людям, они выходят на улицы, они гуляют с семьями, они сплочаются, начинают больше общаться между собой. Это очень приятно и очень клево. Всемирный день снега пришел к нам из Скандинавии. В нашей стране он проводится во второй раз. В Нижнем Новгороде впервые. Интересно, что в дебютном Дне снега в 2012 году приняли участие всего 12 стран, а в следующий раз уже 40. Среди них такие, как Австралия, Новая Зеландия и даже Пакистан. Понятно, что снега, мягко говоря, там не очень много. Там используют искусственный, который вырабатывается специальными снегогенераторами. На ваших экранах полоса препятствий. Собственно, барьеров здесь немного. Обычная, казалось бы, эстафета. Но организаторы придумали, как усложнить прохождение дистанции. Надо мячом попасть в корзину. Справляются с этим единицы. Я кинул мячик, он улетел. Я промахнулся. А если кинешь мячик в ведро, плюс 5 секунд. А я не смог. Никто не смог из моей семьи кинуть. Но я все равно пробежал. Но для тех, кто спортом занимается каждый день, нет ничего невозможного. Это легко, потому что я сейчас хожу в бассейн, я тоже там ногами работаю. Вот сейчас я быстро пробежала так. И попала в корзину. Популяризация здорового образа жизни, увеличение числа людей, занимающихся спортом. Так наверняка в административных отчетах будет написано. В разделе цели и задачи проведения Международного дня снега. На самом деле все гораздо проще. Учитесь, господа чиновники. Чтобы в городе были больше спортсменов, чем курящих и пьющих. Вот только участников в Сормовском парке было немного. Организаторы говорят, может быть не все знают, что это такое. Но на следующий год Международный день снега вызовет больший ажиотаж. Александр Быков, Иван Масов. Объективно. ННТВ.